Сегодня у нас 3 июля, вот сейчас уже позавтракали. Вот у брата Никиты вчера Боря сорвала три шиферины больших. Сейчас мы будем с ним поднимать, чтобы уже помощью все это делать. Так вот, вот он сидит на крыше. Вон он. Так вот. Сейчас посмотрим, кто тут, братья наши, чем занимаются остальные. Вот тут Василий косит Алексея там. Это у вас мини по косту, да? Дома-то приходится косить? Нет, дома нет. Нет, да? Только здесь вот. Тебе посчастливилось. Ну, да, как это, вспомнить молодость. Ну, и как, не молодость, юношество. Юношество. Потерявки. Ну, и там тоже у нас раньше была скотина. Добрый день. Добрый день, брат. Только там вот на таком склоне, вот 45 градусов, косишь там или вверх, или вбок тоже. Я смотрю, все-таки, с этих-то удобнее, конечно, с лесов-то работать с крышей. У нас такая высотища, тоже очень опасно все. Конечно, леса, это велико. Я не знаю, почему у русских не принято делать ограждение по низу. Как-то же можно было бы приделать. Ограждение чего? Ну, вот так вот, по краю шифера, чтобы при случае, если сорвался, ты мог как-то зацепиться, не упасть и вниз. На высотных домах так и есть? Так есть, а у нас-то почему не делается? Вот мне непонятно вот это тоже. Кажется, обойдется все, а каждый раз стрясешься и лезешь там по этой крыше. Потому что Господь хранит вот. Да, у нас глупый. Тем-то не на кого надеяться, они ни во что не верят, буквально. Да-да. На себя надеяться, да. Я говорю, столько времени прошло, вот помню, тут отдыхали в лагере. Сейчас вот уже у Алексея тут дом такой достраивается. Ага. Тут уже столько домов. А тут вчера читал эти, там, по-моему, 16-й тонн открытым оком Игнатия Тихоновича. Там где-то в середине книги есть, не в середине, в начале даже, эти отзывы о лагере дети пишут. И Андрей Устинов, там, отзыв там пишет, как они приезжали, там, как это все отрывали, там, из этого, из, ну, тайников, эти все столы, там, стулья, там, все это сбивали, ночевали, там. Потом, потом, 7-го июня, что ли, у них тут были заморозки, что вода в кружке в лагере замерзла. Ничего себе. А сейчас уже все в домах идут. А ты вот, тоже дом строишь. Вообще, у тебя сначала были какие-то планы. Как ты вообще пришел-то к этому? Сюда приехать? Ну, я как бы уже озвучил свою позицию, не знаю, повторюсь еще раз, то, что мы с женой порешали. 80%, наверное, того, что мы сюда приехали, это то, что в нашей деревне есть устав. Устав – это, ну, основополагающее нашей жизни здесь. Вот, и это самое главное, что отличает нас от других поселений, потому что можно уехать куда угодно. Мир большой, там, не знаю, там, область большая, край большой. Вот, но такой устав, он эксклюзивный. Добрый день. Добрый день. То есть устав – это, ну, для верующих, для верующих людей, то есть он подразумевает то, что мы здесь все православные христиане, это сразу, это там так и написано. Вот, и, соответственно, именно это было интересно, и это было в приоритете. А уже там второе, что, допустим, ну, детство мое прошло, здесь мы Потеряевку восстанавливали. Вот, и там последние, как бы, родственники, родители, бабушка здесь выросла, то есть как бы вернулись к своим корням. Вот, это тоже было. Я недавно сидел, как-то же задумался. Я говорю, тоже, да, ну, как бы, родня большая у нас. Сколько, 24 нас, брата с сестрой, там, двоюродной. Ну, и худо-бедно, как бы, да, все равно все там, ну, кто-то как-то там, да, я и сам там, как бы, да, по всяким путям, как бы, по это, а все равно, как бы, все как-то, ну, к Христу стремимся. Все это, ты думаешь, что все равно это, ну, сто процентов дяди Игнатьева заслуга, потому что мы, ну, как, как бы, да, мы знали там, а, ну, там, пытались свое я где-то гнуть каждый там, как-то что-то. Ну, какой-то вектор все равно с детства, да, вот это был задан нам, что мы... Вложение определенный, определенный вклад, естественно, внес дядя Игнатий, Игнатий Тихонович, потому что хоть и родители были верующие, понятно, мы сожили с родителями, вот, но какое-то непосредственное открытие на глаза и уже ближе ко взрослому возрасту, то есть, допустим, там, после армии уже, там, приходит какое-то более переосмысление, взросление, вот, когда ты уже, ну, понимаешь, и начинаешь уже смотреть по-другому, вот, информация его в проповедях, в книгах, допустим, мне было удобно слышать, слушать его проповеди, у меня машина была, работала в городе, то есть, едешь, слушаешь и, соответственно, расширяется же вот этот духовный кругозор, ну, и со всеми вытекающими последствиями, так скажем. Даже, например, такой вот, никуда не ходить, у меня работники работают на стройке, значит, у нас есть устав здесь, по которому запрещено работать в воскресенье, то есть, понятно, такая единственная заповедь, вроде вообще не сложная, просто не работайте в воскресенье, и то нарушается сплошь и рядом, то есть, вообще никаких усилий тебе просто, не знаю, не работай, ну, написано там, обычную работу не делай, вот, и в уставе написано, что, как бы, не работай, значит, кто приезжает в гости твои, тоже не работает в твоем доме, ну, работники, наемники, они вроде как не попадают под это правило, вот, но Игнатий Тихонович потом, когда увидел, то есть, я им говорю, работайте в воскресенье, все потому, что вы, говорит, тут никакого отношения, собственно, не имеете, вот, и однажды он приехал, и, вот, ну, видать, с болью в душе, я, в общем, разъяснил, что в Библии это написано, как Бог говорил, там, в Ветхем Завете, что нельзя работать, то есть, там, ни валу, там, ни рабу, то есть, получается, это даже, ну, как понятно, еще шире расширяет этот круг, то есть, не работникам даже, да? Ну, вроде да, там, не знаю, то есть, раб... Ну, там большое перечисление идет, а? Там большое перечисление, ну, вот, то есть, я-то, как бы, ну, узнали, что, да, что я там не должен работать, ну, и все, видишь, а тут, почему, как бы, я, я тоже за это, что, правильно, молодец, что он приехал, потому что, ну, допустим, я, как бы, знал, но не в полной мере знал, вот, а в Библии это инструкция, там, к нашему счастью, к нашей благополучной жизни, к благословенной, вот, и, соответственно, ну, зачем ее нарушать? Вот, вот, он приехал, подсказал, то есть, ну, я им благодарен, мы договорились с работниками, и все, соответственно. Они сразу согласились? Нормально, да, как-то. Ну, Господь нам языки дал для того, чтобы мы их разговаривали с друг другом, вот, поэтому поговорили, договорились, и все, никакие даже нарекания. А вот интересно, ты вот говорил сейчас, пересмысление с возрастом приходит, а я тоже вот сейчас смотрю на наших ребятишек, которые у нас в гостях, вот им говоришь о Христе, песнопение учат, Библию наизусть, там, стихи изучают, а поведение совершенно антихристианское, друг друга колотят, обзывают, там, ну, что попало делать, одним словом. Вот, и думал, что, ну, когда-то, может, Господь, все-таки, вот эта семечка в них пробудится, то есть, она в них посеяна. Конечно. А почва еще пока, говорится, неплодородная, еще не воспринимает сердце. А зимой? Да, зимой, пока вы в спячке находятся, может, когда-то они пробудятся. Я, потому что помню, как у нас в нашем доме, в Новосибирске, в родительском, проводились беседы, как приезжал Игнатий Тихонович, как собирались народ, там много прям было, понимаешь, мы же это тоже слушали. Вот, ну, сколько нам там было, понятно, что-то там уже помню, что-то не помню, но вот этот накал, допустим, когда он приезжал, ну, и, в принципе, когда встречались в лагерях, приезжали, в лагерь очень много оставил жизни. Это очень пригодилось в армии, вот я всегда это подмечаю, ну, и вообще в духовную жизнь. А сколько там лет ты был? Сколько? Да, много. Много, да? Много, да, там, вот, каждый год практически. Ты брат был тоже, Василий? Да, я, наверное, раз пять был, может быть, четыре раза. Неплохо. Мы, наверное, так же, потому что... Нет, вы почаще ездили? Может быть, да. До того, как начала возрождаться, потеряевка, там, я был маленький, потом, когда она возрождалась, тоже здесь помогали. Там были, так что, много были? Много. Ну, и вот теперь Господь так ожидается, что ты уже здесь дом достраиваешь. Ну, вот, вы когда собирались, вы решили сюда приехать, в самом начале у тебя была какая-то тактика, и ты ее придерживался? Да, с самого начала у меня была тактика, и я ее придерживался. Ну, все. Будем работать дальше. Слава Христу. Алифайя. Ну, брат пускает уже доски. Слава Господу нашему. Слава. Слава Христу. Поехал. Продолжение следует...